Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это занятие, которое вели, как правило, почти всегда на улице. Сидений не было, досок не было, чурки напилили, так интересно, на чурках сидят. А Игорь Барабаш единственный, кто имел магнитопон, кассетные, кассетки маленькие. И он записывал. И видать, то ли кассет не хватало, то ли разряжалось, это в стороне, зарядки никакой не сделаешь. И некоторые, да большинство оборванные. Ну то, что сохранилось, то и даем. 123 занятия. Если бы не он Андрей там иногда записывал, не знаю, потом приобрели уже. Сейчас-то мы имеем это все. Итак, кто-то что-то забыл где-то. Сразу на тему забвения считаем. Что такое забывчивость? Что такое память человеческая? Это является настолько сокровенным, тайным, великим, что медики и по сегодняшний день толком сказать и не могут. Душ в ней не признают, а только колебания молекул, нейтронов, аминокислот и ДНК. Библия много говорит о сердце и голове. Будем так и думать, что память и мысли связаны с этими органами. Но жизнь всему дает душа, одухотворенная Духом Святым. Наша жизнь и отличается тем от жизни животного, что в первую очередь есть у человека разум, совесть. Многолетние наблюдения позволяют сделать уже заключение, что забывчивость не считают люди преступлением чем-то столь уж важным. Через день опять то же самое, что уже проходили, что отвергли. Потом глубже заглянули и увидели вещи страшного покроя. Что все в жизни людей направлено на истребление памяти. Не на сохранение и улучшение, а на полное уничтожение. Абсолютно все брошено против разума. Против памяти, чтобы человек не думал, не запоминал. За него сейчас это машины сделают, кассеты, магнитофонные записи. Я недавно выставил извещение Чингиза Айтматова. Это писатель киргизский. Он сравнивает желудок и мозги. Желудок более приспособлен к жизни. Если лишнее выпил или съел, он извергает из себя. А мозг человека накапливает все. И даже хотел бы забыть пакость какую-то. Да умышленно собирает это. Вот и разбирайся, что для нас важнее. Живот или память. Самые современные средства медицины, психологии, электроники направлены на то, чтобы человека сделать Манкуртом, чтобы он забыл прошлое, забыл свой народ и принял Антихриста. Манкурт, Манкурт. Это как раз Чингиз Айтматов ввел в советское время, журнал выходил такой, роман газета называлась. Есть роман этот, назывался у него «Буранный полустанок». Так, кажется, назывался. Когда воевали, захватывали в плен давние времена. Ну и брали на отбор самых лучших юношей. Ну, кто воевал, тому в плен их и отдавали. Но они их приготовили к тому, что хотели с ними сделать. Они-то ничего не знали. Кормили их хорошо. И вдруг обстановка меняется. У них голову брили ножом острым на несколько раз. Совершенно, чтобы голая голова была. Увозили их в степь, где никого не было, не видели их. И заковывали специально на колоды. На ноги не поднять ничего нельзя. И руки закрыты у него. И убивали верблюда, и на шее самая толстая кожа. И они ее сырую кожу натягивали на голову, на лысую. Притягивали. И не давали им ни есть, ни пить. Многие погибали на солнце. Они, говорит, блевотины в испражнениях лежали. Ну, руки-ноги-то связаны. На это уже не смотрели. И волосы, пробиваясь, проходили через шкуру. Она плотно натянута была. Она ссыхалась на солнце, стягивала голову, мозги. А то страшные боли были где-то. И, наконец, эта шапочка из верблюжьей кожи прирастала к нему. И вот это были манкурты. И они с ними теперь... Все, памяти не было. Они не знали, кто они, откуда, кто мать, кто отец, где род. Ничего не знали. А этот, который приходил теперь, их освобождал, гладил, обмывал их. И они понимали, это спасите, это будущий хозяин. А он им наговаривал, я хозяин. Это вы мои. Вы мои дети. Это нужно было пастухи. Разные где-то в степях были. Если какая-то придет женщина к тебе и будет говорить, что надо тебе память там вернуть, это враг. Она хочет снять с тебя шапочку. То есть самая болезненная. То есть мать, кто придет, он уже убьет ее. И он ввел это название зомбированные, как сегодня придумали, там у Зулуса взяли. А именно манкурты соответствуют. Манкурты советские. А роман напечатали и не поняли. Коммунистические идеи Маркса и Энгельса прилепили к голове, преподают научный атеизм в школах-то. Вот тебе манкурты и получились. Ничего не знают, разворовывают, убивают, насилуют. Я все думаю, вот в советское время стали публиковать многое. Когда в Германию вошли, то кто там, Жуков, дали власть. Насиловать женщин сколько вам надо. И насиловали, убивали, и что только не делали. Страшно сказать. Речь шла о сотнях тысяч изнасилованных. Большие, маленькие дети ни на что не смотрели. Победители достойны. У нас были немцы, поэтому, ну и бежали кто куда. Я говорю, стал искать. А немцы, когда были на завоеванных территориях Франции, везде, были изнасилования. Что интересно, ни одного, сотни тысяч звериных отношений с женщинами и ни одного у захватчиков. Ни одного, ни в Нидерландах, ни в Швейцарии, ни в Советском Союзе. Не было. Они просто удивлялись. Исследователи, что так много девственниц, когда отправляли в Германию, будто бы Гитлер сказал, такой народ непобедим. А судя по этой фразе, сегодня воевать не с кем-то. Их уже в восьмом классе одни блудец и на букву Б. Вот и все. Почему? Потому что там был строжайший закон. И даже кино ставят сегодня там. И немец ее уговаривает, чтобы вышла замуж за него. А он знатный дворянин. Отправить ее в Германию. Фильмы показывают. Ни одного из насилований в советских фильмах не показали. И по сегодняшний день нигде нету. Но можно это было прекратить. И считаешь сегодня страшно. Это англичане пишут. Немцы. Немцы, которые советские, которые сам насиловал. И он выступает. В интернете все есть. Поэтому нам есть с чем сравнивать. Что и как. Дальше. Каждого необходимо закодировать. Надо пометить и черную занозу ему в мозги. Чтобы где-то кнопочку нажал. И все вскинули бы руки вверх. Хай антихрист. Чтобы каждому дать определенный номер. И никаких тебе фамилий, имя, отчеств. Никаких данных запоминать не нужно. Нажал кнопку и поползла информация. И тогда уже человек будет полностью послушным в руках того держателя всех физических и моральных акций. Кто будет манипулировать судьбами мира. Кто приведет к единой системе ценностей. Иоанна 5.43. Я пришел в имя Отца Моего. И не принимайте меня. А если иной придет во имя Мах свое, его примете. 2 Фессалоникийцам 2.4 Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что во храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Делается попытка вторгнуться не только в поступки, но и в мысли человека. Научить человека мысли так, как желает сверхправительство. Сейчас пока что идут опыты, чтобы вышибить память полностью. И потом кнопки решат участь твоих раздражителей. Что с тобой в данный момент делать? Или спать идти, или на первомайскую предантихристовую демонстрацию. Сейчас пока раздражители работают на пищевые присоски. Ибо с чрева начинал и сатана в раю. Интересно. Никто как будто не видит. Демонстрация. Корей первый демон. Ну а дальше страсти какие последуют за этим. Откровение 13.17 И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Иов 2.4 И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Потом пойдет дальше. Музыки, зрелищ, все по команде. Поступил сигнал злобы, и тихая буренка начинает все рогами кромсать. Опыт идет очень успешно. Многим добровольцам уже вживлены электродики. Глобальная задача истребить память. А когда посмотришь, то очень-то стараться к левретам дьявола уже и не нужно. Люди сами к этому усиленно жмутся и бьются. Над нами пока эти опыты еще не проводятся. Мы их сами проводим. Что об этом говорит Слово Божие? Нужно чаще повторять, не расставаться с матерью. Повторение, мать, учение. Повторять чаще всего, в первую очередь, Библию. Посмотрите, как часто мы открываем эту чудную книгу. Источник мудрости и кладезь знаний. Бездну откровений Божиих. Говорят, а если есть ли еще какие-то цивилизации в мире? Библия об этом умалчивает. И мы воздержимся от выдумок. Если не говорить о видимых мирах ангельских... Видимых? Невидимых? Нет. Невидимых. Да, я вижу. Невидимых мирах ангельских чинов. Ефесянам 1.21. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в 7 веки, но и в будущем. Ты говорил, не отбросили, и сказал, где не надо. Наоборот, если не, то отбросить, а если нет, не добавить. Что следующее там, следующее нет. Я сказал, не в этом дело. Нету, нигде даже слова не, нету. Почему это так? Ты сам должен исследовать. Почему? Притом это многократно. Неповторение, мать забвения. Иисус Новин 1.8. Да не отходится, книга закона, от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Ну, а наоборот, не будешь успешен, не будешь благоразумно поступать, если эта книга отойдет от уст твоих. Не будешь поучать в ней день и ночь. Сегодня двунадесятый праздник. После литургии снова мы вместе собрались к ногам Христа. И кого среди нас нет? Тех же самых, Женя Янчук и Плотникова Мити. Почему? А им это и не надо. Почему же не надо? Потому что душа в забвении. Иов 11.6. И открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. И так знай, что Бог для тебя некоторый из беззаконий твоих предал забвение. Когда человек умирает... Умрет. Умрет, то уже без толку хлопотать о его знаниях. Он с тем багажом в сердце и пойдет на тот свет. Солом 87.13. На ответ. И прочитал на тот свет. На ответ. Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвение правду твою? Иклисяс 9.5. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Самые грозные слова в Библии Бог говорит против тех, кто уводит людей от закона Божия к своим выдумкам. Так это же говорится о нас. Прямо относится к православным горе-пастырем. Иеремия 23.27. Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за вала? Такая короткая жизнь, и нужно хорошо изучить все происки врага души против нас. Он постоянно навевает на нас забвения, которые приводит в ад. Третья ездра 8.53. Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты от вас, и растление бежит в ад, в забвение. Премудрая Соломона 14.26. Забвение благодарности, осквернение души, душ, превращение полов, бесчиня браков, прелебодеяния и распутства. Превращение полов, понятно? Это садомица, вот это лесбиянство, все такое, превращение полов. Премудрость 16.11. Хотя они и были уязвляемы в напоминание им слов твоих, но скоро были и исцеляемы, дабы впав в глубокое забвение, он их не лишились твоего благодеяния. Премудрость 17.3. Думаю укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись с сильно устрашаемыми и смущаемыми призраками. Премудрость 19.4. Влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, и она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, не достававшее к их мучениям. Какие слова? Я считаю книга Премудрости Соломона самая изысканная в словесности. Так, Серахов 11.25. В одни несчастья бывает забвение и не о несчастье, и в одни несчастья не вспомнится о счастье. Серахов 11.27. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Бог указывает нам, что он помнит, и что придает забвению, чтобы мы ему в этом подражали. Серахов 35.6. Жертва праведного мужа благоприятна, и память о ней незабвенно будет. Бог набудет иногда на злодеев забвение, чтобы они забыли о своем намерении, и тем споспешенствуют своим чадом, спасая их. Третье Маковейское 5.18. Выслушав это, и изумившись предложению необычного выхода, он совершенно обо всем забыл и спрашивал, что это за дело, которое он с такой поспешностью исполнил. Было же это действием властвующего над всем Бога, который навел на ум его забвение обо всем, что он сам прежде придумал. 6.18. Они стали против войска и исполнили врагов смятением и страхом, и связали неподвижными узами. Так же и тело царя объел трепет, и раздраженную дерзость его постигло забвение. Марина, передай Мите, что придет время, он поищет эти занятия, но уже ничего этого не будет. Рок Аммос 8.12. Я хочу сказать, как раз уехали они в Грецию, и мы были, и Митя сам считает книги, все изменилось. Видите, как? Сохранено, как было тогда в первые годы. Это занятия-то в Потеряевке были, я к конкретным людям обращаюсь. Аммос 8.12. Аммос, опять Аммос. Аммос. Аммос 8.12. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Не забудут, где оно есть у них. Сегодня, говоря это, вызываю в вас раздражение, не приезд. Я уже свое отскитался. Теперь вы ищите себе руководителя. Искал же я Тихого океана до Прибалтики, и нашел. Но удастся ли вам найти? Интересно, я служил как раз в Тихоокеанском флоте, а уверовал в Прибалтике. А теперь от Тихого океана уже разносили то, что нам Бог дал. До Лиссабона, Португалия, Скандинавии, Прибалтика. Знаете, как все повторилось у меня. Так, но удастся ли вам найти, когда людям предлагалось, и они не отвечали, то он предупреждает, что когда вы будете к нему взывать, он вам не ответит. Третья ездра 1.26. Когда будете призывать меня, я не услышу вас. Сирахова 2.14. Горе вам, потерявшим терпение. Что будете вы делать, когда Господь посетит? Мои призывы к вам услышаны ли вами, или только по за углам судите меня? Это я обращаюсь к жителям Потеряевки. Ио 12.4. Посмешищем стал я для друга своего. Я, который звал к Богу, и которому он отвечал, посмешищем человек праведный, непорочный. Исайя 52. Почему? Когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал. Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот. При щене моим я иссушаю море, превращая реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Исайя 65.12. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих, и избирали то, что было неугодно мне. Иеремия 7.13.16. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с селомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Бог является для нас таким, каким мы для него. Остей 13.17. Подсказал слово. Вот как-то как. Бог для нас такое же. Смотри, как мы поступаем. Да. И сразу местописание. Вот сейчас только мы начали считать, и сейчас я уже попутно подсчитываю. 33 раза я обратился, привел места из Библии. 33! А еще пятую часть не прочитали занятия. Прочитали. Это в то время не было ни канонически, ни симфонии, еще я должен был на память это все приводить. Беседовали, готовился. Рокосия 13.7. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге. Что может быть в памяти, если кроме телевизора не знают ничего? Что в отзвуках сердца может быть? Писк ребятишек, хрюканье свиней, роптание жены. Это может быть отражено в мозгах. А здесь бы ты получил утешение у Христа. А что мы просили в начальной молитве перед занятиями? Повторение. Какое же повторение, если и не читал ни разу? Что будет душа повторять? Там даже мачехи нет. А пустота и лохмотье от кавычках трудов. Какая мачеха? Повторение, мать учения. Заслуги. Забыли, для чего живем. Для чего сюда съехались. У нас есть зять, Володя Устинов. Вводит тяжелые электропоезда. И рассказывает, что пройдет 3-4 месяца и уже полная переэкзаменовка, переподготовка. И он сидит над учебниками. Вот если бы так над Библией сидели, готовились пересдать знания свои, мизерные, о спасении душеньки. Если не сдал, то потерял все. У учителей тоже есть переподготовка. Как же нам-то надо заниматься, чтобы Слово Божие заговорило с нами? У врачей также идут переэкзаменовки. А у христианина? Как же ты думал, что покрестился, и ты уже совершенным стал? В небо идешь и не нуждаешься? За все лето не пришел, и в прошлое лето не был. И когда с ними говоришь, то какие они чужие, каким холодом от них веет могильным? Совсем-совсем чужие, как будто из чужой деревни приехали на один день. Чего за это время достиг, кроме дробилки? Дробилка – это зерно дробить для свиней, а свиней держал много, даже до ста голов. Бессмертная душа нуждается в разных подкормках, чтобы аппетит был, чтобы разнообразие утешало, вразумляло душу. Если на костюм попали пятна от облепихи и уже забрали ее в стиральную машину, а на душе столько пятен за один день, она ли не нуждается в обновлении, в чистке? Иоанна 15,3 Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Если нет в душе слова Божия, то уголовный кодекс уже подпирает тебя со всех сторон. Что же могут они сказать о забвении? Да ничего. Не зная закона, как же его не нарушишь? Все силы ада брошены против того, что называется разумом. Что ты учил 10 лет назад? Что ты из этого помнишь? Ну, когда в школе был-то? Забвение, как сорняк, заглушило все, что знал тогда. Были когда-то у меня любимые предметы в школе и в техникуме, но у меня сейчас уже ничего не осталось в голове, кроме навыков руками делать. Формулу Герона не выведешь, уморить тебя голодом. Я люблю пересчитывать школьные учебники, постоянно этим занимаюсь, но если ни разу не читать, то выдало бы до порошинки последней. Задача не потерять, не уступить надвигающейся старости то, что уже достиг. Стараюсь и все равно теряю. Может быть, не так заметно, но теряю. По-прежнему читаю я и психологию, и астрономию, и чего только не читаю, постоянно пудами, и то ничего нет. Ну, да тогда не было ни интернета, про это слово даже не слыхали, не знали. Поэтому у меня большие архивы, газеты, много брал, когда издают где-то, и продают в киосках. Я договаривался, и они, которые не проданы, с начальством договорился, я забирал. Один раз только в местный лагерь отправил 4,5 тонны, и на себе все это носил. И у меня архив сейчас сохраняется дома, 750 килограмм, 13 метров в высоту газеты. И все это с пометками моими, и написано для будущего поколения. Сираков 38,6. Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его. Для чего тебе нужны эти знания? Для того, чтобы знать, когда и какой горчичник или клизму поставить. Тебе же про редиску открыл, Бог, что-то. А для чего это вообще нужно? Сирак отвечает, что все наши университеты и нужны только для того, чтобы прославляли его в чудных делах его. Чтобы заработок был, чтобы меня ценили. Это не отнимается, но ты прослай Бога. Что знаешь, куда гвоздь забить, где шуруп привернуть. Интересно, против разума. Водка, пиво, брашка всякая. Наркотики. Вдыхает какую-то гадость. Все против разума. Чтобы разума не было. Я советовал. Мышечок есть такой, который определяет тебе правильно стоять, как вестибулярный аппарат, или как называют. Ну вот, сделай операцию, попроси, заплати, чтобы все время шататься. Нет, не хочу. А как? Ну ты пьяный-то. Хуже мертвеца, хуже бесноватого, златоуст говорит. Все против разума. Когда ты познаешь все по своей специальности, то будешь поражен, сколько всего везде мудрого, премудрого и сверхмудрого. Везде двери. Рот, двери, слова. Глаза, двери, зрению. Уши, двери, звуком. Рождаемся через двери. Чудо. Человек научился выделывать шкуры, как Савин у Лыковых. И о нем пишут, что он этим страшно гордился. А вот как создать ее, о том человек и речи не ведет. Тут еще и мудрость не проклюнулась. Я узнал знакомые, которые сами шкуры выделывали. Притом, химии нет никакой. В трудное время можно было шерсть убрать, и шкуру эту сварить и съесть. И я самостоятельно начал шкуры выделывать. Где-то большое одеяло есть, на шубах. Без химии. Сегодня вряд ли кто сделает с налету. Какое бы хорошее и искусственное ни придумали, но когда продают и желают показать ценность товара, то добавляют. Это из натуральной кожи, из натурального шелка. Поддельное не может конкурировать с естественным по дешевизне происхождения и по безвредности. А тут рубашку вечером снимаю и на полкомнату зорницы полыхают. Говорят, что наэлектризовалась. Да что я, лейденская банка, когда из хлопка рубашка, то если ее снимаю, никогда нет ничего этого. Помните, кто и что сделал для нас? Выхожу из дома, а дом старый, купеческий, как говорят, и тепло-то, как в нем самые лютые морозы. Прославь Бога, душа моя, я тут ничего не делал, а живу в этом доме, радуюсь. И вот уже душа наполняется благодарностью Богу за неведомых мне людей. Нельзя быть из Иванами, не помнящими родства. Человек сегодня все достижения науки бросает за уничтожение разума. Для чего же человек пьет? Только для того, чтобы забыться, отвлечься. Мне бы расслабиться надо немного. Горе у меня такое, говорят. А у другого радость, квартиру получил, а мыть ее надо. А мой-то алкоголем в желудке и в горле, и за все отвечает кошелек и мозги. Убить разум, и самое главное, убить голос Божий, чтобы он не достиг души. На пьяную руку что ты можешь понять или услышать? И дьявол это прекрасно знает. И еще немного, и главное, главное уподобить человека дьяволу, сделать врагом Божиим. В этом и есть исходная точка. А всего-то ничего казалось, что немного выпил, расслабился чуть-чуть. Ты же еще не пьяница, ты только для аппетита. И вот уже прописался в аду, без разума отдав душу сатане. Я совсем, я советую таким сделать один раз операцию, чтобы отрезали какой-то вестибулярный аппарат или мозжечок, чтобы уже всегда качаться и не искать бутылки. Создать себе постоянный шторм в мозгах и дешевле будет и менее опасно. Зачем тебе утром на ноги вставать, когда ты тут же начинаешь искать по похмелке, чтобы опять качаться? И когда дерутся, то в первую очередь бьют по голове и стреляют в голову. Брошюры разные, сектантские, еретические, атеистические и все бьют по мозгам, чтобы отшибить память о вечном, чтобы не помнили, как жили раньше и что же ждет за гробом. Так, как жили все вместе огромными прайдами, прапрадеды, жили вместе с молодыми, а сейчас всем надо поврось отдельно. Пытался классифицировать, когда память желанна, а когда наоборот, желательно забыться. Иногда молитва избави меня от забвения, а иная молитва о том, чтобы не было воспоминаний злых и лютых. В молитве многое из того, о чем нужно помнить, как и о чем молиться. У меня было много ненужных знаний, и я стал о том прямо молиться. И вдруг стою, и в мозгах как чистый лист. До этого не мог продраться из этого чертополоха, а тут встал, и вдруг одни места писания звучат. Некоторые, что я писания знаю, на память перевожу, в это верят. А то, что у меня было старое, анекдоты, я такой был, душа общества, и все внезапно Бог убрал, в это не верят. Почему? У них этого не было. И мне всегда вспоминаются слова Григория Нинского, брат Василия Великого. Он говорит, люди верят в то, что могут сами сотворить, только в это. В течение одной недели сделался, как Исааки Печерский. Вдруг все забыл и заново начал учиться. Забыл сотни и тысяч анекдотов. Все до единого. Языками занимался, и вдруг все это исчезло начисто. Много занимался политикой и шахматной игрой. Нет этого сейчас у меня ничего. И хорошо так. Я должен знать ответ и выход из любой ситуации в моей жизни, а не в той стране или в этой. Главное мне продраться к Богу. И вот где нежеланное забвение. Серахова 29, 18. Не забывай благодеяние поручителя, ибо он дал душу свою за тебя. Не забывай. Я поручался за крещаемого, а он вышел из воды и был таковский. Как же так? А тот кричит, я ухожу в московскую патриархию. Таких ограничений испытал около сорока пяти раз. Ну а сейчас может быть больше полтыщи. Примерно на стольких людях уже обжегся. Я давал рекомендации, а они меня обманули. Я ходатайствовал за Старкова Славу. Его не допускали за недостойное его поведение к крещению. Мать его просила меня в письме. Я пошел к батюшке. Может быть Слава потом все же одумается и справится. Он обещает быть другим, послушным, не хамить, не ерничать, не пить. Теперь вижу, что отец Аким был прав, а я был неправ. Он не должен был быть крещен. Он совершенно мирской и был недостоин всего святого тайства. И что стал священником Московской патриархии сразу? И как такие недостойные входят в воду? В них как демоны вселяются после. Они безумствуют, безобразничать начинают. Некоторые возле нас были только чтобы получить правильное крещение с полным погружением. Вышли из-под контроля. Не забывай поручителя. Псалом 77 7 Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. Милости Господне вспоминай, считай, всех до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он дивно наградил, удивляться будешь, что Он совершил. Почему ты оказался в этом обществе? Вспомни все и прослай Бога за то, что ты русский, что тебя создал не женщины, что у тебя такой рост и такие глаза. Конечно, сравнивая себя с другими, каких ты видишь в кино, ты сознаешь, что ты далеко не лучший. Если увидишь, что пьяница беспробудный, то ты можешь подумать, что ты иногда хотя бы трезвый бываешь. Значит, дело пошло после обеда на поправку и к вечеру навсегда покончи с отравой. Прослай Бога за то, что тебе дал дом, детей, друзей. Однажды я прочитал про одну женщину, которая все это потеряла. И она где-то теперь спит на картонной коробке. Для нее самым мучительным стало вечером проходить по улице и видеть в окно, что кто-то в свою кровать укладывается спать. своя постелька была у меня. Была. Ну как это? Была у меня. Была у меня. И у меня была подушка и свое одеяло. И я ее расплавляла, расправляла. И об этом я помню. А вот теперь нет ничего. Я распрямиться могла под одеялом и никто меня не тревожил. Как сегодня любой человек, милиционер сбросит меня со скамейки. И вши меня тогда не заедали. О, какое было тогда доброе время и я не могла это оценить. Благодарим ли мы Бога за одну единственную постель? Или вместо этой машины купить бы иномарку? Бог убеждает человека, чтобы он не забыл слова. Не забывал. Не забывал слова, какие он сказал ему. Чтобы мы этим забзением не раздражили Бога. И много таких гневных слов, что люди забыли слова Бога. Пренебрегли ими. Как бы их не было вовсе. Это же про нас, про православных сказано, что забыли Библию, а тешатся какими-то другими тетрадками, книжками. Иеремия 23, 27. Думают ли они довести народ до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за вала? То есть они вели и довели и довели до точки, когда Библия стала совсем чужой книгой. И если ты читаешь Библию, то ты для православных уже чужой. Ты баптистом будешь зваться отныне. Главные враги спасения сегодня тех, кто загорели вход в царство отца. Лука 11, 52. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим вас препятствовали. Матфей 23, 2. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И как не пытался вывод увести в сторону причин, какие называют пастыри, но вижу, что главная причина это богослужение. Это ужасно произносить, тебя сразу же обвинят в ересе. Не богослужение само, ибо богослужение все правильное, святое, назидательное, но то, что ему дали неподобающее место. Богослужение все составлено для верующих. По главам, по стихам прочитайте подряд все деяния апостолов. И не найдете ничего у нас того, что там было тогда при апостолах. Когда апостол пришел, что там было? Молебен ли заказали? Было благовестие, и слово продлил до утра. Тогда тамошний Евтихий упал даже с этажа, вывалился в окно, заснул. У нас же ни одного шага нет в евангельского. Мы идем ложным путем. Будь здесь патриарх или митрополит и епископы, то берусь в течение одного дня доказать, что православная церковь заблудилась и ушла очень далеко от истинного евангельского пути. Православие в настоящем виде, как оно есть, стало каким-то конгломератом тьмы, заблуждений и суеверий. Там, где не проповедуется слово Божие, там не насажден мистический страх предладыкой мира, настоящий, божественный, где нет благоговения к истинному его священству и таинствам. Там что осталось? В народе этого и нет ничего. Главное прийти, купить, поставить. Что нужно сделать? Покрестить, повенчаться и уйти во тьму. Это не религия спасения, хотя, к слову сказать, Бог никакой религии не основывал, а дал только Сына Божия. Хотим ли мы или не хотим, но когда-то мы перестанем перед судом Божиим, и Бог нас просит. Вы никогда не слышали, что есть такая книга Библия. И почему же когда вы собирались, то были только одни и те же повторы? И так изо дня в день ты идешь в храм и заранее уже знаешь, расслабленный, что тебя никто в храме Божиим не обличит, не будут лечить, стирать коросту, определять прокаженность твою. Этим и должны заниматься священники в этой духовной лечебнице. Притча 5.12. И скажешь Зачем я ненавидел наставление и сердце мое пренебрегало обличением? Притча 10.17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение блуждает. Притча 15.32. Отвергающее наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличение, тот приобретает разум. 2. Тимофей 3.16. Все Писание богодухно венно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Митрополит Иона говорит, что святые отцы не показали пощады, и мы не будем показывать по отношению нарушителей, а у нас священники только с бочками елея и ходят, ни отлучений, ни эпитемий. Почему они так делают? Церкви ныне вообще намертво забыты каноны, преданы забвению святые правила собора вселенских и поместных, и нет о том тревоги, что патриарх или архиерейшка не знают про это, и спят спокойно, спят в сладких снах, уплывая в вечность, и не знают, что их ждет страшный ответ за такое забвение строгости. из из какого состояния не шел человек не выдравшись из греха и преступления он тут же к чаше приступает лживые и вредоносные пастыри губители душ. Почему не все время читают житие Марии Египетской в котором нет ни одного евангельского шага и полностью умалчивают житие Макария Александрийского за 19 января. Тогда точно так же шли люди к причастию и их приветствовали с причастием а с принятием христовых таинств. И только этот святой приезжавшись у стены видел ужасную сцену где вместо руки священника с лжицей ложечкой и вместо диакона с платом стоят черти толкают людям в рот уголятский и руки у людей крест накрест сложены и поют тело Христово приимите источника бессмертного вкусите и за пивочку подают в чашечках просфорочкой закусывают и блаженно закрыли глаза и встали без клироса благодарственной молитвы и слова радости прочитать Слава Иисусу Христу А тут куралисят бесы демоны всех мастей свой дьявольский водевиль вершат души людей в ад прописывают почему никогда даже намеком священники этого не напомнят или этого нет может быть этого не может быть разлюбезные пастыри душ наших может это только приснилось Макарию а на самом деле ничего этого нет может быть вообще бесы не существуют Еремия 23 глава может быть уже запрещена для чтения почему же вы и эту главу не читаете Осия 4.6 истреблен будет народ мой за недостаток ведения так как ты отверг ведение то и я отвергну тебя от священной действия предо мною и как ты забыл закон Бога твоего то и я забуду детей твоих значит кому-то выгодно одержать людей в неведении с отшибленными мозгами все всегда и свято и непререкаемо и все кто разинул рот и проглотил что-то уже на примете у Бога и уже ему вход открыт в райские обители почему нам никогда не читают в храме нигде и ни разу и патриарх об этом молчит что благословения священника могут и не быть благословением превращаются в проклятие слово Божие об этом говорит Феофан Затворник говорит священник говорит благословляю а Бог из слова не благословляю и что будет утверждено на небе Малахия пророк 2.2 если вы не послушаетесь если не примете к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит Господь Саваоф то я пошлю на вас проклятие и проклину ваше благословение и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце Лука 19.44 и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то что ты не узнал времени посещения твоего и причин не 10 но одна и причина столь великолепно прижилась что они даже и не говорят как бы кахают ее только бы не исторгнуть и как ты забыл закон Бога твоего то и я забуду детей твоих Ереме 23.27 думают ли они довести народ до забвения имени моего посредством снов своих которые они пересказывают друг другу как отцы их забыли имя мое из-за вала столько столетий вели вели и привели к той станции где запрещено помнить о слове Бога но приветствуется забвение слова Божьего и забыли Библию и слушаться только священников которые ничего не знают из слова и перетолковывают его в криви в кость и ясные и прямые слова Христа выкручивают по своему лживому разумению мерить все на свой аршин Ереме 8.8 как вы говорите мы мудры и закон господень у нас а вот лживая трость книжников и его превращают в ложь как оракулы стоят а народ перед ними склонился батюшка сказал батюшка благословил а сходится ли это со словом великого и не сравненного владыки миров о том даже им и слишком тускло нет а ты проверь правильно ли он тебе о том сказал кирилл иерусалимский дошел до дерзновения что сказал если слова мои не сходятся с библией то не верьте и мне как же не верить если ты архиепископ не верьте и мне так ты же святой какой священник или патриарх сможет искренно сказать это не ломаясь перед своей значимостью 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 прежде чем это сказать он должен совершенно точно сказать что все слова его по библии сказаны были и такими же будут и завтра и второе чтобы народ мог проверить и сказать да он не ошибся вот так и написано екклесиаст 11.3 когда облака будут полны то они прольют на землю дожди и если упадет дерево на юг или на север то оно там и останется куда упадет и все выдумки перетаскивать безбожных мертвецов из ада в рай есть бредни пьяных старух но ведь не секрет что прибыль идет от этих покойничков иисус новин 24 19 иисус сказал народу невозможете служить господу богу ибо он бог святый бог ревнитель не потерпит беззакония вашего и грехов ваших ось только лагерники наши можно подумать что вы уже достигли всего усовершились ноги с облаков свесили они ни в чем больше не нуждаются подумаешь и скажешь у вас в свинарниках святые свиньи да разве было бы так чтобы не было ни одного вопроса если бы вы жили свято смотрят только за тем чтобы уязвить тебя сбоку не жила на забвение заповедей божьих таразакония 26 13 тогда скажи пред господом богом твоим я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту пришельцу сиротей вдове по всем повелениям твоим которые ты заповедал мне я не приступил заповеди твоих и не забыл говоря о наказаниях на народе как у нас с 17 года особенно говорит праведник что эти репрессии 1937 года и все эти войны и сегодняшний все эти рожденные кавычки гений на наши головы Гитлера и Сталина пришли потому только что люди забыли бога но научились жить без бога и кажется им хорошо только и хвалится что одержали победу в войне не говоря что за каждого немецкого солдата заплатили по 6 своих русских завалили трупами противника такой позорной войны русский народ никогда не вел постоянно спрашивает душа бога но почему эти люди все еще власти продолжают разворовывать страну и вести эти доходные преступные войны почему ты не уберешь их не дашь народу вздохнуть свободно псалом 58 12 не умер в щелях чтобы не забыл народ мой расточи их силою твоей и не изложи их господи защитник наш они нужны эти гайдары шеварнадзе чтобы люди помнили что это не сказки что эти люди вот они они еще ходят они еще живут среди вас посмотрит на них смердящая идея все еще витает в мозгах коммунистов и они бредят чесноком и колбасой как хорошо было тогда им спецстоловых и выдвигают на нобелевскую премию за один афоризм не вспоминая тысячи душ которые прошли через их руки и заговорил о Коране член КЦККПСС что это за перерождение все изречения Корана это как факел освещающий нам дорогу указанную Аллахом как они быстро все перелицевались лицемеры бывшие работники КГБ Азербайджана и везде только и говорят о его жестокости именно такие годны именно такие годны на эту премию забыто все что они натворили но Бог напоминает нам через их появление на поверхности чтобы помнили что будет опять и не менее кровавая баня отступникам Ио 24.18 легок такой на поверхности воды проклята часть его на земле и не смотрит он на дорогу садов виноградных сегодня спрашивают детей в школе кто такой Ленин они не могут ответить считая что это артист какой-то рок-группы очевидно смешивая вождя протолериата с Джоном Ленноном Крупскую называют коммерсанткой или артисткой такое забвение доброе наступает уже а про Хрущева или Маленкова даже и не слышали а эти люди столь многими судьбами владели и молотовская бригада была у Моринского пруда это у нас там рядом ученики в школе не знают что такое комсомол а всего лишь 10 лет прошло и сгинули вурдалаки и упыри как пепел в степи после дождя смотрю возле нашего дома в городе играют дети махонькие и они чашечки наставили и торгуют чем-то это их идеал сидеть в ком комке и она говорит языком старой торговки трясет тряпочками и на кустике развесила эту ветошь приезжая подружек купить у нее а всем годика по 4-5 камушки называют шоколадками из Турции и прочее из Греции одна же из подружек ей говорит заполошно так с оглядкой согнувшись за куст травы милиция идет это быстро все под куст и сверху веточки накинула это надо видеть выставила тряпочки как у сороки на кусту и она будет прекрасной торговкой они заговорят как о властелине Соловьевой что она ограбила самых богатых людей Псалом 105 13-15 но скоро забыли дела его не дождались его изволения увлеклись похотения в пустыне и искусили бога в необитаемой и он исполнил прошение их но послал язву на души их мы часто должны рассуждать о бедах какие пережили чтобы не забыть это и подновлять память свою грозными событиями прошедших лет притча 3-13 блажен человек который снискал мудрость и человек который приобрел разум 15-32 отвергающий наставление не радеет о своей душе а кто внимает обличение тот приобретает разум притчи 15-32 и 16-16 приобретение мудрости гораздо лучше золота и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра салом 31-6 зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное и тогда разлитие многих вод не достигнет его во время благопотребное разум ищут но не тогда же когда в кормушку свиньям корм даешь а вот здесь когда слово Божье в левой и правой руке то есть Библия открыта одной рукой ее не открывает кончится твое занятие свиньями ничем и такими же дети вырастут непослушными неуправляемыми для детей самое главное родительское поведение часто ли они видят тебя на коленях на молитве из Библии в руках или же видят тебя у телевизора дети даже не осознают но опыт уже приобретают от тебя мы видели мать свою за чтением старинных книг такое на памяти нашей и осталось 2 Петра 1.9 а в ком нет всего тот слеп закрыл глаза забыл об очищении прежних грехов своих если после крещения остается такой же гнев человеке и ярость то какой причал ждет этот корабль так же идет ропот и недовольство забыли о прежних грехах ибо отвержение от них а извод крещения человек должен выйти совсем совсем другим епископу Нону была показана Пелагия Пелагия в виде черной голубицы а из купели вылетела белая залетела в церковь залетает церковь ястреб а вылетает голубь забегает волк а выходит овца евреям 13.2 странолюбие не забывайте ибо через него некоторые не зная оказали гостеприимство ангелам когда к нам кто-то приезжает то почему-то всегда в один дом их ноги влекут почему к старости накатали эту дорожку а ты переломи эту ситуацию и приезжали эти корабли или хвати а ты же переломи так переломи написано ну ладно а то вон я не туда посмотрел давай и приезжали эти кораблики к своему приезжалу а у тебя дом нисколько не меньше и рядом перехвати инициативу не могу уже представлять что странники все завтра к Миши в дом завалятся это там где Вихторов дом теперь ошибешься а ты настой в этом даре во время и не во время знать не нужно что он тебе даст духовное или телесное но примешь ангела быть может речь идет об Аврааме который ревностно заботился не пропустить никого мимо своего шатра шатер по нашему это коттедж искать их надо знакомиться чтобы у странников был некий запасной уголок у тебя же должны быть запасные чашки запасной матрас к Виталию никогда не заезжать почему-то за 9 лет ни одного человека захватить не смог это ты называешь нормальным состоянием а сегодня умер или уехал и никто не вспомнит о тебе как будто и не жил это Игоря Глушкова дом так и было никого нет друзей жизнь прожил ни одного нету Златоуст говорит за одно это ты ответишь что за тебя молиться некому даже было вот к Николаю даже кто-то приехал проверил Федоровну и говорить не нужно у нее постоянно ее старые друзья заезжают у отца Виталия у Александра все находили приют я обратился через Еремеева Михаила Александровича и Анну Матвеевну в Венспилсе Латвии если у них приехало за год в общину 120 человек то человек 70 будут приняты им в своем доме напишу письмо Надежде Павловне она только что из больницы вышла и я уже спокоен что она все выполнит вот сейчас эконом комендант она была вместо Миши Коряковцева у нее не надо было невыполненные просьбы искать в ящике забвения она все помнила и все исполняла немедленно и точно почему ей больному человеку это надо а другому и на нюх не подавай даже та на ползу два домика мы их выпросили у Бога чтобы принимать странников чтобы было где прописаться нуждающимся и людей Бог посылает и они будут и дальше находиться молитва работает и все выполняется как задумано ибо я просил таланта как у Еремеевых чтобы странники жили у нас на второй строительной у нас была комната одна в 12 квадратных метров и не менее 11 человек могли ночевать и ни на одного на полу разные палати в три этажа на всю комнату второе коринфянам 6 13 в равное возмездие говорю как детям распространитесь и вы у нас ночевали и баптисты и адвентисты и старообрядцы всем было радостно и из разных городов были эти люди притом постоянно мы ходили в те годы к баптистам и у них люди хорошие есть и они к нам заезжали и других научили к нам пробиваться это так интересно что-то новое узнаешь а сколько десятков подпольщиков из разных городов России из них 32 человека одновременно пришли в церковь какие они все хорошие жертвенные очень хорошие и не думай что они меня объели они с пустыми руками никогда не поедут они такие заботливые да это я им обязан даже большим чем они они были вне церкви подпольной там священника не было а теперь и паспорта пожгли ничего у них нету но все выращивают и тут монастырь везли везли как едут так сумки полные Иван Гриет Матфея 19 27 29 тогда Петр отвечая сказал ему вот мы оставили все и последовали за тобою что же будет нам Иисус же сказал им истинно говорю вам что вы последовавшие за мною паки бытии когда сядет сын человеческий на престоле славы своей сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых и всяких кто оставит домы или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную не забывайте страноприимстве помните напоминайте друг другу о страноприимстве вот ты строишь дом и уже заранее провозгласи в уши создателя что вот в этом доме у тебя обязательно будут странники всегда кого-то может быть даже их докормить беспризорного немощного я дострою эти хоромы для всех ангелов твоих кто бы они ни были московские или патриархии или коммунисты но если он нуждается в данный момент то помоги обогрей его не дай ему помереть в моем доме они все услышат великую радостную весть о Христе здесь мы вместе прославим моего Иисуса аллилуйя но нет этого живет в своей скорлупке со мной разговаривает старая христианка она много бедствовала без квартиры и теперь дочь ее на квартиру в очереди и я говорю им пустите ли на квартиру добрых христиан пустите ли да ударили да что вы мы так набествовались нам бы только передохнуть хочется побыть одним и самостоятельно но вот так и умерла моя дорогая так и умерла умерла моя дорогая и не жила в своей квартире получается что сам всю жизнь по квартирам хожу и так и не научился ничему и вы тут думаете что вот хорошее что-то достали и как это размножить и дать другим это тоже страноприимство ты обеднелого принял свой дом чем ему пришельцу помочь в технике лошадью подучить сказать утешительное слово прими человека на день на два и может у тебя в доме у себя устроишь собрание ссылается на малую площадь вот вы здесь на саманном домике у нас собрались какая же тут площадь мешает то что мы уже выкинули и такие огромные по 6 метров столы и скамейки изготовили а вот рядом скворечник сделал уже зал на 60 человек можно потесниться и войдет 80 человек и везде все электрифицировали и везде можно магнитофоны включать ездить пищу приготовить и уже свадьбы сыграли у нас как тут уютно а росла крапива и не было где воробьям отдохнуть теперь такие гости отовсюду у нас и пресс-конференции и где потерявки расширьте сердца ваши и стройте с расчетом чтобы у вас было где страннику побыть голову преклонить надо мной смеются всю жизнь что в комнате у меня везде плацкарты на ползунова два общежития устроил и живут какие славные ребята и девчата сыграны свадьбы сразу шесть одна за другой а сколько было трапез и собраний духовных тут же ярло песни слушаем и радуемся общением страхнитесь не живите как кроты в своей норе под кучей своих интересов 2 Иоанн 1.4 я весьма обрадовался что нашел из детей твоих ходящих в истине как мы получили заповедь от отца в бытие 4151 и нарек Иосиф имя первенцу Манасия потому что говорил он Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего цените настоящее и прошедшее да будет уроком Экклезиас 912 Ибо человек не знает своего времени как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в селках так сыны человеческие уловляются в бедственное время когда оно неожиданно находит на них не зарекайся от тюрьмы до отцумы 3 Ездры 16.21 Но при всем этом люди не обратятся к беззакониям своих и о бичах не всегда будут помнить должны и помнить и не забывать чтобы непоглощенными быть скорбью Псалом 44.11 Слышь до щели смотри и преклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего Если ты пришел к Господу то не тянись к прошлым удовольствиям и товарищам забудь тогдашние игры и выпивки и новогодние празднования теперь у вас все новое Какие у тебя были навыки Здесь такой порядок так и держи его Ты обрел православную семью дом Божий Здесь миллионы спасенных Это тебе не самоизмышленная секта и не поклонение Папе Римскому Здесь радость Но ее наши пастыри спрятали от нас и мы призываем не за выход из православия а за православие во всей его красоте и святости В разговоре с нехристианами не надо забывать что вне церкви нет спасения Деяние 4.12 Ибо нет другого имени под небом данного человека которым надлежало бы нам спастись Есть место в Библии когда страдания человека превышают его способность вынести его Это в Ветхом Завете и Соломон просит дать ему наркоз Притча 31.6.7 Дайте сикеру погибающему Сикеру может быть сикеру Сикеру погибающему и вино огорщенному душою пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании Только в Салтире Давид десятки раз призывает не забывать закон Бога Псалом 49.22 Уразумейте это забывающий Бога дабы я не восхитил и не будет избавляющего Псалом 77.7 Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его Вот где развивается память и забывчивость улетает прочь Псалом 102.2 Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его Псалом 118.16 Уставами твоими утешайся не забывай за слово Твоего 118.61 Все эти нечестивых окружили меня но я не забывал закона Твоего 109.2 Душа моя не пристанна в руке моей но закона Твоего не забываю 141.2 Мал я и презрен но повеление Твоих не забываю 153.2 Воззри на бельствие мое и избавь меня ибо я не забываю закона Салом 136.5 Если я забуду тебя Иерусалим забудь меня десница моя столица Израиля вожделенное воспоминание для православного даже и в невыносимом правоверного Ах правоверного и в невыносимом плену только бы память не подвела и помнить бы всегда о родине моей разоренной забыть это было бы казнью для моего тела и да отломится рука от плеча если я забуду колыбель моего народа много вопросов я всегда задавал так правоверное это мусульмане или иудеи имеется ввиду да правоверное Александру Меню Дмитрию Дудко Глебу Якунину и Александр Мень говорил что создается такое впечатление будто мы читаем Евангелие а потом делаем думаем а потом думаем как бы все сделать совершенно наоборот это златоус об этом говорит если бы кто-то пришел с гор первый раз видит прочитал Евангелие то больших врагов Евангелища ему не найдет и никто никому пособить не может все больные так это еще только начало пятого века вот выходит архиерей время идет тут то руки помыть ему то руки помыть ему то расческу подают то полотенце тащит а время отчитывает часы народ стоит и смотрит на представление какая жутко неинтересна для них эта комедия младенчество впадшего дедушки что он даже не знает что этим нужно в туалете заниматься а не в народе не в кабинете директора или генерального консульства занимаются мирские люди почему же облаченный блестящий ризы дедушка занимается этим в храме всемогущего бога если патриарх делать этого не будет не будут ему пуговички на его ризе на его сбруи блестяще перебирать эти бритые хлопцы то ему скучно будет может быть он приемы дзюдо покажет сейчас начнет расправу с непокорными и перед этим намачивает его как невесту на устрашение супротивных нет это только жалкая пародия вот на бок надели ему палец большой подружник которым он так при мне и не воспользовался или подушку у него с собой всегда и идут и летят утекают часы стоят тысячи людей и он знает что и по телевидению будут его показывать как он немощный и не может ни одеться ни разговаривать стыд часами и не разговаривает и это все мимо все это на глухоту и немоту неразрешимую и пока ни от Бога ни от его служителей нет подвижки чтобы этого духа глухого и немого пожелали они изгнать из себя дух немой не выходит дух этот пропитал их мозги и они забыли что был на земле сын Божий великий плотник из Назарета и что это ему не нужно было при его рождении при жизни ой при жизни это лицемерство эти служители гнали его и распяли его что к ним Библия и не поступала в продажу ни разу они разговаривать не умеют молчат и теряют время и не проповедуют совсем они уморили нас и продолжают стоять ждут обеда дедушки не пенсионные не тленные они что же еще долго будут над народом так и замываться за балбешек всех читают и рвутся к ним и падают перед ними как неизверженные пред владыкой своим что же будет после этого с нами и не архиерею и никому нужды нет что такая силища тут задействована и не слово проповеди и все только в тряпочках в рогожках в дыме и в огоньках и в угольках знамения вечного ищут почему дьякон не проповедуют как себастьян в житиях святых и у нас тут было три священника и не было проповеди и я сказал что же вы как идолы тут стоите и молчите трое и ничего нет так и отпустили народ не осипли не изгорбились не изгорбились на подготовке проповеди считая это за нормальное состояние большая часть священников погибает говорит Иоанн Златоуст из трех выходит двое уже не в раю или каждый думает что его участь будет иной что это про Михаила плохо сказано да про Николая а про меня хорошо ох как они не любят эти слова по их замыслам что как только пробился к поповскому корыту так и путевку в рай тебе уже оформили патриархии и ты уже не чужой небесным а свой Ефесянам 2.19 и так вы уже не чужие и не пришельцы но сограждане святым и свои богу рад бы чтобы так и было но делайте все так чтобы только не спастись довели народ до забвения слова божия люди даже и не спрашивают про библию кто отвергает библию бог им говорит что можете не сжечь свечи по углам не стоять по стих 4.6 и истреблен будет народ мой за недостаток ведения как ты отверг ведение то и я отвергну тебя от священной действия предо мною и как ты забыл закон бога твоего то и я забуду детей твоих господи я же молюсь тебе за что же такой приговор отойди от меня потому что ты забыл закон божий и не прославил бога за великую милость общения с ним через слово его может оказаться что все кроме библии бред больного ума сны рассказывает серафимы гавриловны бреднями пьяных старух назвал златоуст этих сновидец были великие полководцы как Александр Македонский который помнил тысячи солдат по имени Свердлов знал на память сотни адресов явочных и Наполеон и Гитлер обладали феноменальной памятью люди поражались их памяти они ничего не забывали но вот и они приходят в возраст как Рейган пошли на кухню и стою не могу вспомнить зачем же я туда зашел президент США когда Ленин скончался то в одной из полушарий мозга у него было сгрецкий орех а в кровеносные сосуды даже волос не проходил и он еще подписывал тысячи смертных приговоров или такие люди должны быть у власти были наказания такие у Бога для Нифонта Исаакия Печерского у которого полностью была отнята память потеряли вдруг и веру и знания но они знали что нужно молиться и продолжали кланяться по привычке будто только что родились учились ходить и держать ложку это напоминает наше состояние не литургия а летаргия для многих даже примерно не знают что и к чему проспали и пошли до следующей встречи в народе называют это девичьей памятью почему же девичья видимо не научили в семье покоряться Слову Божию поется песня своих друзей не забывай это конечно же о твоих поручителях о благожелателях зэки часто пишут наколки на себе не забуду мать родную я их спрашивал хотела ли твоя мама чтобы тебя дома не было и ты тут сидел а как же она могла этого желать сейчас с мамой общаешься ты забыл наказ матери жить по честному не пей сынок не пей сынок не пей не воруй а ты говоришь не забуду мать родную ты первым делом ее забыл намертво ее наказа вот Андрей кажется Дементьев об этом и пишет чекотворение Сирахов 11.25 в одни счастья бывает забвение о несчастье и в одни несчастье не вспомнится о счастье только что Нерон пальцем показывал что нужно умертвить и тут же переворот и вот он сплескивает руками как же все так могло закончиться так же было и с царем Николаем и с Чаушеску проская зельва Толстого упустишь огонь не потушишь говорится как сосед по злобе поджигать соседа и тот увидел это и вместо того чтобы из-под соломенной застряхи выхватить клок застряхи застряхи клок сена бросился на соседа тот и так бежал бы да что же и наделал то а теперь сгорели коровы и куры и все только бы выхватить только выхватить теперь он это всю жизнь и во сне видит почему же забываем когда еще ссоры нет а только бы сотворить молитвы попятиться и прославить бога что ты успел выбраться из этого пламени у нас в армии был матрос который пуговку отказался застегнуть потом ему наряд вне очереди а он и там начал гордебачить и так пошло что уже на уголп вахту и наконец трибунал и он уже убиваем там там ты уже никто там из тебя косточки вытряхивают а всего-то пуговичка да он бы сейчас сто раз ее приглотил да не вернешь как мы забываем что нужно помнить это упустишь огонь не потушишь смотри что у нас было с Сашей не смалывали началось не хотел он остаться не послушался батюшку и пошел и попер и сгорел во все тяжко опустился и двор его зарос под крышу крапивой лебедой деяние 1.20 в книге же псалмов написано да будет двор его пуст и да не будет живущего в нем и достоинство его допримет другой страшно даже смотреть как спалил дом свой полностью и все равно пишет еще письма что ему Христос встретился и он такой веселый у меня все хорошо с Богом мир храните себя от идолов Саша 27 августа 2002 года как бунтовал против снятия погонщиков с одежды мало что у вас не положено хочу и ношу а тогда не носите шинели полный крах пасти гордеца знамения уже были ему несколько раз сам себя поджигал но ослепление гордыни проникло во все поры организма дом загорелся а Виталий себя спас только бы и остановить на этом а не бросаться на своего спасителя уже тогда можно было духовному человеку увидеть в этом событии что-то заложенным начал горды бачить дальше и утоп свой устав начал организовать ждать когда лапкины все передохнут и он бы правил здесь бал так он говорил но ты же подписывал заявление что приехал на каких правилах строить жизнь свою по другому не могло закончиться все это а если бы не утоп в явном грехе было бы другое не забывай что первая искра еще может быть потушена дальше сераха 2814 если подуешь на искру она разгорится а если плюнешь на нее угаснет то и другое выходит из уст твоих наплевать да забыть а не помнить вот меня спрашивают что же случилось с Исаакем Печерским почему вдруг он потерял полностью память и приходилось я говорил в это время мне записку подали я теперь продолжаю дальше говорить и приходилось ли мне в жизни встречаться с подобным несчастьем приходилось и даже не раз и причина всегда одна и та же грех в житиях указывается и причина возомнила себе что он выше других и ближе к Богу и готов Бога принять был своей резиденцией недавно встретился с одним таким братом в очередной раз и он уже после окончания одного высшего заведения загорелся окончить еще одну совершенно не видя что произошло с ним после крещения он ослабил в памяти и почти вышел из-под контроля и родителей и священника но он сам пришел ко мне чтобы получить благословение на свою учебу прошел уже год и сбылось что я ему говорил он за год и четверти псалма одного не мог выучить а собирался выучить все 150 псалмов наизусть и что выучил первые 13 стихов двадцатого и семнадцатого псалма уже наполовину забыл но вроде стал вести себя тише и почти незаметно проработал лето да поможет ему Бог договор я такой-то такой-то такого-то года рождения окончил Алтайский государственный университет экономический факультет выразил желание получить специальность учителя физики или другой естественно научной дисциплины химии биологии но Лапкин Игнатий Тихонович 1939 года рождения 62 года имея опыт жизни как мне кажется больше чем я не советует мне этого делать мотивируя это тем что будто бы я слаб головой и мол это настолько вредно мне что я могу просто сойти с ума и закончить жизнь в дурдоме с этим я не согласен вполне то есть не считая что не способен закончить девятимесячные занятия а если закончу то сойду с ума он же советует мне больше молиться и заучивать наизусть местописание или запомнить целиком салтирь по Библии для подтверждения своей правоты он предложил мне испытать себя следующим образом ровно в течение одной недели выучить наизусть 118 псалом царя Давида и прочитать его на память без запинки в течение одной недели без запинки в четверг вечером и тогда он даст мне благословение изучать физику учиться на учителя если же я не выучил то я обещаю больше никогда не заводить разговор об учебе в мирских заведениях не имеется ввиду обучение в заведениях где обучают рабочим специальностям каменщик плотник сварщик электрик сантехник радиомонтажник автослесарь и так далее и тому подобное а техниками дополнительно уточнить мы ударили друг другу по рукам крепко пожали друг другу правые руки в присутствии отца нафанала судникова это не распространяется на самостоятельное обучение доброму божественному и всему что связано с этим библия каноны жития святых религиозная поэзия святоотеческие книги познание природы явление природы зоология ботаника сельхозспециальности строительные специальности любые рабочие специальности это разрешается если же выучу то тогда я волен поступать как хочу в отношении учебы я обещаюсь это все выполнить по-честному не ища никакого оправдания тому что я не выучу занятость работы болезнь недомогание и прочее и прочее это все обещание было сделано на ползуновой 6а в комнате присутствии святой библии и святых икон как бы перед лицом божиим писал я это в здравой памяти и добром здравии без какого-либо принуждения 22.11.2001 года по Рождеству Христову 22.50 местное время постскриптум Лапкин Игнатий Тихонович неоднократно повторяет что мне не выучить и в этом он уверен добавление к договору было дано запечатано в виде письмо 23.11 с надписью на конверте вскрыт 19.11.01 вечером в присутствии Игнатия Лапкина то есть я написал как будет но он не знает что а когда неделя пройдет он обещает сделать а когда открыли там то что я сказал не то что он думал и ты расписался на конверте что не нарушишь слово не распечатаешь из любопытства если я ему отдал письмо не у себя а написал я тебе это заранее чтоб потом ты не сказал что вот всего мастера на пророчествах в кавычках когда события уже миновали то есть задним числом дальнейшее заучение в сталтире будет так ты начнешь увиливать от заучения от заезусти в псалтире конкретно мы начали с псалма 118 ни за неделю ни даже за месяц ты ее не запомнишь и все твои наскоки для напугивания окружающих попытки через университеты кого-то переубедить что у тебя все окей ну ты пшик на деле сиди тихо береги остаток памяти это я вам письмо написал то ну не закрывайте глаза главный твой грех преступление против себя против своей души то что ты любую бяку который сморозишь любое возникновение оправдываешь твое самооправдание смертельно и в запоминании ты уже ищешь оправдание твоему внезапоминанию неужели ты серьезно мог поверить в свои будущие университеты и в то что псалтирь наизусть выучишь да это бог чтобы и библию заучил ты ищешь шаришь причину беды совсем совсем в другом месте а причина грех самооправдание грех злобного обвинения других второе помоечная душа собирается и слушать всякую чушь от других третье нет настоящей жаркой молитвы четыре нет настоящего сопереживания тому что читаешь ее в житии и другое легкомыслие во всем но есть еще надежда на лучшее ты еще раскаиваешься есть доброта немного послушания худо что идешь в разнос кричишь хамишь когда тебя разумляет будь осторожен на работе не упади не подерись не брось сдуру работу хорошую полезную этот листок вернешь через неделю 23 ноября 2001 года ты догадал с таком речь идет да конечно ну вот так и так все и случилось он когда открыл через неделю то ничего и нету он 7 стихов только выучил строчек то а первый уже опять забыл ну и все на этом ну вот просчитали это большой конечно деревянный материал выучить 118 ну так он все на этом можно отрывать